друзья всем привет с вами orax тема сегодняшнего видео долгожданный современный апскейлер супер который подходит как для апскейла артов так и для апскейла фотографий апскейлеров на данный момент достаточно много и в чем же особенность апскейлера супер апскейлер супер очень тщательно и аккуратно сохраняет общие контуры фотографии и очень здорово апскейлит микродетали он здорово понимает как должны выглядеть глаза как должны выглядеть волосы как должна выглядеть текстура кожи или какой-нибудь ткани благодаря этому мы получаем не полную перестройку всего нашего изображения а получаем микро детализацию нашего изображения и фотографии с этим апскейлером апскейлются замечательно то есть появляется текстура кожи появляется волоски ресницы на глазах которых в общем-то вообще не видно на этом изображении волосы не превращаются в какую-то непонятную лапшу, а они действительно похожи на настоящие волосы. Если мы сравним этот обскейлер, например, с обскейлом в экстрас, с GFP Gun, например, то здесь деталей будет гораздо больше. И эти детали, которые вы получите, они будут намного точнее, чем вы можете получить детали в экстрас с помощью GFP Gun. Если сравнивать Super с обскейлером Stable SR, то Super превосходит Stable SR в точности и в микродеталях, в текстурах кожи, текстурах тканей. С артами этот обскейлер тоже очень здорово работает. Сохраняются основные черты этого арта и добавляются микротекстуры и микродетали. Super обскейлит не только портреты, не только людей. Он может обскейлить вообще все, что угодно. Загружайте любое изображение, хоть и векторный арт, и он тоже будет прообскейлен. И теперь на каких интерфейсах работает обскейл Super? Обскейл Super работает на интерфейсе Conf.UI, а также он может работать с отдельным приложением Super. В общем-то и можно там обскейлить. Но на мой взгляд более интересный интерфейс для него это Conf.UI. Почему именно так? Потому что в Conf.UI мы можем прописать дополнительные схемы, дополнительные какие-то обработки, задать нашему изображению и в общем-то закинуть исходник и на выходе получить уже готовый апскейл в зависимости от нашей схемы. В этом видео я вам покажу, как запустить Stable SR на Conf.UI, как все это настроить, установить и как этим пользоваться. Более того, я вам предложу схему, которая является гибридом между Stable SR и Super. В моей схеме будут взяты сильные стороны Stable SR и сильные стороны Super. Моя схема подходит для апскейла совсем плохих изображений, подходит для более хороших изображений, где можно получить дополнительную текстуру, дополнительную детализацию, а также подходит для апскейла артов. Причем схема будет одна. В моей схеме будет такой небольшой пульт, с помощью которого можно будет отключать некоторые группы и использовать эту схему для того, чтобы апскейлить совсем плохие изображения, средние изображения, имеются фотографии, и также апскейлить арты. Друзья, если вам интересно больше информации про нейросети, то для вас у меня есть последовательный курс по автоматик 4 единицы. Это последовательный системный курс, где вы шаг за шагом учитесь и осваиваете нейросеть Stable Diffusion на основе интерфейса автоматик. Курс вы можете приобрести на сайте StableDiff.ru, там есть вся информация и программа курса, с которой вы можете ознакомиться перед покупкой. На курсе есть два тарифа. Первый тариф без поддержки, то есть просто вам будут доступны уроки, вы их смотрите, сами проходите. И второй тариф с моей поддержкой, то есть вы выполняете домашние задания, я их проверяю. У нас есть закрытый телеграм-чат, где вы можете задавать вопросы и общаться с другими сокурсниками. А также у нас доступны еженедельные стримы по средам в 19.00. На этих стримах я отвечаю на ваши вопросы, а также делаю обзор новинок, которые появились за последнюю неделю. Все эти стримы записываются и выкладываются опять же в этой закрытой группе, где вы их можете посмотреть уже в записи. Ну а теперь продолжаем, и давайте я покажу, как установить супер на Conf.Ui. Моя схема супер, она опять же гибридная, смешанная со Stable.sr, но она может работать отдельно. То есть вы можете все ноды, которые принадлежат Stable.sr, просто удалить и пользоваться только одним супер. Но если вам интересен именно гибридный вариант схемы, то вам нужно сначала установить все ноды, которые необходимы для работы Stable.sr. Моя схема Stable.sr, она вот такая вот большая, гибридная, и она с вот таким вот пультом управления. Но на самом деле, если вам не нужен Stable.sr здесь, вы можете пользоваться только вот этой вот частью схемы и остальные вот эти вот все блоки, все вот эти вот группы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, просто удалить. И тогда вот все, что вы сейчас посмотрите, в принципе, вам больше ничего и не нужно. Но если вам интересна моя гибридная схема, то переходите на Boosty. Здесь у нас есть вот такой вот урок, он называется Stable.sr. Или же вот этот же урок, он будет на Boosty загружен отдельно и более расширенный. То есть там будет именно вступительная часть, как установить именно Stable.sr, чтобы вы просто даже не отвлекались вот сюда вот. Но если вы проходили мой урок, вот этот Stable.sr для Conf.UI, то все необходимые ноды у вас уже есть и вы просто установку Stable.sr можете вообще пропустить и прямо вот с этого момента начать установку супер. Сейчас нам нужно запустить Conf.UI, переходим в корневую папку портабельной версии Conf.UI, которую я обычно показываю во всех видео, как ее установить. И запускаем Conf.UI с помощью файла run.nvidia.gpu.bat. По умолчанию обычно вот такая вот схема, это load.default, то есть схема по умолчанию, но вам нужно загрузить мою схему, которая называется SuperStableDef.json. Эту схему вы можете скачать по ссылке в описании под этим видео. Поэтому перетаскивайте эту схему вот сюда, вот прямо в рабочее пространство. И здесь у нас есть ноды, которые у нас не установлены и которые нам нужно установить. Нажимаем здесь Close и переходим в Manager. Открываем Manager и выбираем здесь пункт Install Missing Custom Notes. И у нас здесь есть ноды, которые нам нужно установить для дальнейшей работы. И устанавливаем эти ноды по очереди. Сначала нажимаем по первой ноде Install. Дожидаемся, пока она установится. Теперь нажимаем по второй ноде. Опять же дожидаемся, пока она установится. По третьей ноде. И нажимаем по четвертой ноде, как раз таки она называется Super. Опять же дожидаемся, пока эта нода установится. И нажимаем Restart. Дожидаемся, пока все необходимое скачается и интерфейс перезагрузится. После перезагрузки интерфейса у нас все ноды нормального цвета, никаких проблем нет. Давайте еще раз зайдем в менеджера, зайдем в install custom nodes, выберем здесь в фильтрах installed и посмотрим, что нет у нас здесь красных, прям целиком закрашенных красным нодов, потому что если такие ноды есть, то это конфликты, и вам нужно какую-то ноду конфликтующую отключить, вот так вот disable. Соответственно, те ноды, которые нам здесь нужны в нашей схеме, их нужно оставить. У нас же никаких проблем нет, все нормально, просто закрываем, все в порядке. И теперь нам нужно скачать еще следующие модели для Super. Переходим по вот этой вот ссылке, ссылка эта будет в описании. И здесь нам нужно скачать вот эти вот две модели. Первая модель называется Super V0F. Эта модель предназначена для совсем плохих изображений, и она более аккуратно, более щадяще восстанавливает изображение. Вот эта вот модель V0Q, это модель основная, в общем-то основная качественная модель, которая восстанавливает изображение. И мы в основном будем пользоваться ей. То есть вот этой вот модели будем только в крайних случаях, если изображение совсем плохое, потому что если совсем плохое, то вот эта вот модель, она будет просто портить вам изображение из-за агрессивного такого восстановления. Нажимаем вот здесь по стрелочке раз, и по стрелочке два. Соответственно, скачиваем эти две модели. Но это еще не все, нам нужна будет еще генеративная модель. В качестве генеративной модели нам понадобится SDXL модель. В принципе, можно использовать любую модель SDXL, и мы можем, допустим, установить Juggernaut V9, полноценную модель SDXL. Можно установить модель Realvis XL V4, например, тоже хорошая модель. Но на этих моделях генерация будет достаточно долгая. Поэтому я вам предлагаю установить модель Juggernaut XL Lightning. Это вот последняя модель Juggernaut. Нажимаете вот здесь вот по кнопке Download, и дождаетесь, пока эта модель скачается. И после того, как все эти три модели у вас скачались, переходите в корневую папку ConfUI, открываете папку ConfUI, папку Models, переходите в папку Checkpoints, где находятся наши чекпоинты. И вот сюда вот помещаете все эти три модели. Juggernaut XL Lightning, Super 0F и Super 0Q. Теперь, если у вас ConfUI запущен, то закройте его и запустите его заново. Теперь на этом этапе нам нужно закрыть консоль ConfUI и перезапустить его. Но перед этим давайте зайдем в папку ConfUI, в папку Models, в папку Upscale Models, и сюда закинем вот такой вот Upscaler, Digipeg называется. Просто перетаскиваем его сюда, закидываем. Он будет опять же в описании под видео. Переходим опять же в корневую папку и запускаем ConfUI с помощью файла runnvidegpu.bat. После того, как запустился ConfUI, давайте пройдемся по следующим нодам, чтобы у вас все работало. Первая нода это Low Checkpoint. Здесь нужно выбрать Checkpoint Stable SR768V 3.0.139.SK5. Выбираем. Следующая нода вот эта вот. Здесь тоже нужно еще раз повторно вот так прощелкнуть, выбрать нужную модель. Здесь она будет предложена только одна. Теперь опускаемся ниже. Здесь нам нужно будет выбрать Upscaler, который мы загрузили. Digipeg он называется, OmniSR. Выбираем. Переходим дальше. В ноде Super Upscale нам нужно выбрать две модели. Первая модель Super. Нам здесь нужно выбрать модель Q. Вот это вот Super V0Q. Выбираем. Следующая SDXL модель, в которой мы скачали Lightning. Опять же щелкаем и выбираем модель Lightning. Давайте возьмем фотографию Бодрова. Вот такую вот. Это фотография низкодетализированная. И попробуем ее проапскелить с помощью Super. Закидываем это изображение вот сюда вот на вход. Вот в этот вот желтый нот. В общем-то давайте я так немножко расскажу, где у нас здесь что есть. Первая вот эта вот группа. Это загрузка изображения. Сюда вы закидываете ваше изображение. Дальше это изображение проходит вот такой вот D-Artefactor JPEG. Если артефакты JPEG присутствуют, то они так слегка будут удалены. После этого это изображение попадает в Interagator. Interagator считывает промпт с этого изображения. То есть здесь отрабатывает модель и она считывает промпт. То есть набор вот таких вот токенов. И эти токены уже дальше идут в Super. И дальше вот это изображение попадает вот в эту вот группу. Из этой группы вот в эту группу. Вот в эту группу. Эти группы это Stable SR. Обработка дополнительная. Это для совсем плохих изображений нужно. Или для каких-то артов, чтобы получить более какое-то интересное изображение. Прабскельное изображение, которое мы на вход закинули после D-JPEG. Попадает вот в эту группу. Потом в эту, в эту. Но вот эти группы они видны неактивные. Это на них наложен байпас. То есть по сути дела изображение как на вход попадает, так оно отсюда и выходит в таком же виде. То есть если байпас включен, то это как бы пустой набор нодов. То есть как изображение пришло, так и вышло. Соответственно здесь также пришло-вышло, пришло-вышло. И потом вот после вот этой последней вот самой группы, оно попадает уже на вход в группу Super. Здесь предварительно это изображение проверяется на какой у нее размер. Например, если у этого изображения будет размер больше 704 на 704, то это изображение будет сжато до 704 пикселей по самой его большой стороне. То есть если у нас вот это изображение вытянуто вот так вот, то 704 это будет этот вертикаль. А ширина будет еще меньше. И вот эти вот входные критерии сжатия, вы их можете менять. Можете поставить допустим 1024 на 1024. Тут все будет зависеть от того, сколько у вас видеопамяти и сколько у вас времени на ожидание вот этого вот апскейла. Потому что чем входное изображение будет больше, тем оно будет дольше апскейлиться. И соответственно тем нужно будет больше видеопамяти. Дело в том, что вот это изображение, которое у нас попадает, оно апскейлится в три раза. И вот этот вот размер, он уже так прилично увеличивается. И соответственно на видеопамяти, на скорость генерации вот это входное изображение влияет сильно. Поэтому я поставил вот такие оптимальные значения, чтобы у большинства это все работало. Работало на 12 гигабайтах видеопамяти. Но если вы хотите более качественный какой-то upscale, еще большее разрешение входное поднять, допустим, до 1024 на 1024, то вполне можете его поставить, и у вас upscale будет еще чуть-чуть покачественнее. На самом деле, upscale и так достаточно хороший, даже при таких входных параметрах. Дальше это изображение попадает уже в ноду Super. Нода Super – это такая большая нода, в которой, в общем-то, все включено. По сути дела, она такая независимая. В нее достаточно изображение закинуть, закинуть в нее prompt, и генерация уже в ней будет происходить. По сути дела, вот все, что в ней есть, вот оно в таком виде работает. Какие здесь настройки есть? Первая основная настройка – это выбор модели. Мы скачали две модели. Первая модель – это у нас модель была Q, но была еще модель F. Вот модель Q – это более агрессивная модель. Модель F – это такая более лайтовая, более легкая модель. И если у вас изображение совсем прям плохое, там контурный свет присутствует, размытое лицо, то лучше выбрать модель F. Почему? Потому что она не будет вам создавать артефакты. Вот модель Q – она очень любит дорисовывать волосы везде. То есть, если у вас какие-то артефакты будут, то у вас все лицо может быть прям волосатое. Или в каких-то точках там, в дефектах. Но в основном волосы появляются. Вот обратите внимание, здесь на переносице дополнительные волосы появились, которые здесь явно быть не должно. И еще волосы появились вот здесь вот под глазом. Вот смотрите, если я сейчас вот веду вправо, да, это исходное слева изображение. Видите, здесь что-то было. Вот что-то такое было, какой-то артефакт. И апскейлер супер, он представил этот артефакт как какой-то волос. Соответственно, если у вас артефактов этих будет куча на лице, и вы это лицо не подготовите, то кью модели лучше не пользоваться. Она вам просто все сделает в артефактах или в волосатое лицо такое получится некрасивое. Вот, а модель F, она более лайтовая, более легкая. И она вот эти вот волосы как-то исключает. Ну и, соответственно, детализации, конечно же, там меньше получается. Ну и вот смотрите, какое у нас изображение было, да, на входе. И вот такое вот изображение получается. То есть, вот такое вот изображение в итоге получилось. То есть, пропскейлилось все здесь, и свитер, и рука там, и вот текстура на руке, и фон даже, вот шумы все эти убрались в волосы. Смотрите, какие замечательные стали. Глаза это вообще вот шикарные. Вот смотрите, я сейчас вот буду плавно проводить, прям чисто вот через брови, через глаз. И вот посмотрите, как он восстанавливает. То есть, он прям идет очень четко по контрастным деталям. То есть, вот контрастные детали, как были, он прям по ним вот четко-четко-четко проходит. Дорисовывает текстуру, он в основном вот любит прям доделывать текстуры и волосы. Текстуры не только кожи, текстуры различных предметов там, а текстуры одежды тоже вот. Но вот обратите внимание, и свитер, да. То есть, текстуры вот, какое-то плетение вот такого и сделал. На губах текстуры, вот своеобразные тоже. Получается, то есть, на кожаных куртках там тоже очень классная текстура, получается прям кожа. Очень здорово апскелит, смотрите, замечательно. И давайте еще перейдем к следующей ноде. То есть, здесь на выходе из этой группы у нас передается изображение вот в зеленую группу. В зеленой группе у нас определяется лицо, и происходит обработка исключительно только лица. Сила воздействия вот этого вот denoising strength, то есть, которым мы воздействуем на перегенерацию лица, она у нас вот здесь выбирается, denoise называется. Сейчас такая легкая перегенерация с низким denoiseом 0.3, но мы можем его поднять там даже до 0.5. Дело в том, что вот эта вот модель, которая здесь работает в Face Detailer, она работает не с обычной моделью, а здесь Face Detailer работает как раз-таки со Stable SR. Видите, вот эта вот группа синяя, о которой мы еще не говорили. Здесь у нас загружается модель Stable SR. На самом деле, вот эта вот Stable SR, эта модель есть 2.1, но она здесь немножко изменена для Conf.UI, немножко подкорректировали они и отдельно ее выложили. Но по сути дела модель 2.1. Потом вот эта модель 2.1 пропатчивается моделью Stable SR. Вот это уже вот модель Stable SR полноценная. Она как бы пропатчивается и изменяется. После этого эта пропатченная модель у меня идет во FreeU. И с помощью FreeU тоже еще дополнительно пропатчивается. И только после этого она идет уже в пайп, в трубу. Труба это такой нот специальный, где можно буквально одним соединителем одной линии передавать все вот эти вот параметры, которые слева находятся. Это просто очень удобно, чтобы не было вот этого вот просто сети целых вот этих вот сплетений, где непонятно вообще, где что переходит. Здесь все логично и понятно. И соответственно по этой же пайп трубе мы передаем все эти параметры в разные группы. И сюда, и сюда, и сюда. И поэтому у нас все понятно. То есть у нас здесь нет кучи вот этих вот сплетений. Не нужно здесь голову ломать, откуда что вообще идет. То есть все вот эти вот параметры, которые слева, они идут в разные вот эти группы. И соответственно вот эта вот модель пропатченная 2.1 с помощью Stable SR и FreeU. Ну основной как бы эффект здесь дает конечно же Stable SR. Она идет вот в эту вот группу Face Detailer. И Face Detailer уже обрабатывает лицо. Если бы это была обычная модель, допустим даже SDXL или вообще любая там лучшая модель, то она очень сильно будет изменять лицо. Вы его просто не узнаете после вот такой вот обработки. Понятно, что Auto Detailer или как Face Detailer здесь, он восстанавливает лицо. Но действие лицо и так уже достаточно восстановлено. Нам задача-то основная на фотографии лицо не менять. Поэтому именно Stable SR здесь нужен. Модель Stable SR только так от лица не будет меняться. И чем больше вы поставите Denoise L10, тем больше у вас будет деталей вот здесь. Но если вы его сильно задерете, то детали прямо начнут вылезать. То есть это немножко неестественно выглядит. Это может понадобиться, когда вы арты будете апскейлить. На самом деле вот таким вот методом можно апскейлить арты. То есть закидываете прям ваш сгенерированный арт. Если он вам нравится, там лицо не кривое никакое. Дело в том, что вот эта вот модель Super, она вам не будет исправлять лицо, как исправляет Image to Image там, да, вот вариант. То есть или ресэмплер, какое-то пересэмплирование. То есть оно не будет его исправлять, оно будет все вот эти черты сохранять. То есть там лицо кривое, оно будет его прям кривым и сохранять. Будет его детализировать и добавлять текстуры. Если у вас арт какой-то фотореалистичный, попробуйте прогонить его через вот этот апскейлер. Вы увидите, что ваш арт стал еще более фотореалистичным за счет этих текстур. То есть очень здорово получается и детализировать, и, в общем-то, добавлять фотореалистичности. Но для фотографий это вообще на данный момент лучший апскейлер. Лучшего просто не найдете. Мне кажется, лучше не существует. Какой-нибудь там Magnifico они лучше не делают, это 100%. То есть именно для фотографий это топ. Но топ, естественно, ресурсоемкий. То есть модель этой я не буду скрывать. То есть это очень ресурсоемкая модель. Супер. И работает она достаточно долго. Теперь давайте я скажу про оптимизацию вот этого вот супер, который здесь есть. Если вы просто скачаете вот этот вот нот кастомный, его можно просто через менеджер скачать. И будете его использовать с помощью SDXL любой модели. То вам нужно будет выбрать 50 шагов генерации при обычной модели SDXL. Остальные параметры, в общем-то, здесь они практически не менялись. Они вот как были, так и остались. Но если вы будете использовать 50 шагов генерации и обычную модель SDXL, естественно, генерация у вас будет занимать практически в два раза больше времени. Там точно вот у меня на 40-90 больше двух минут. Там две с половиной минуты, по-моему, генерация идет. А вот если выбрать модель Lightning и выбрать 30 шагов генерации, то апскейл получается некомпромиссным. Он получается даже немножко лучше по качеству. Но значительно быстрее. То есть у меня генерация сейчас идет на 40-90-полторы минуты. Ну вот смотрите, я сейчас консоль открыл. 75 секунд, даже быстрее. То есть 75 секунд вот эта вот генерация шла. Тут, естественно, зависит от разрешения изображения на входе. То есть, опять же, если у вас какое-то изображение будет более большое, это изображение все-таки маленькое. Давайте я покажу, сколько оно размером. Это 267 на 400 пикселей изначально. Но смотрите, очень важно обратить внимание на то, какое у вас изображение. Если у вас изображение вот такой контраст, здесь вы этого человека, Бодрова, не перепутаете ни с кем. То есть здесь четко видно, что это вот Бодров за счет контрастного изображения. То есть это хорошее изображение на самом деле для апскейла. А вот бывают изображения нехорошие. Вот я вам сейчас покажу пример. Вот это изображение очень нехорошее. Естественно, его проапскейлить таким способом не получится. То есть здесь, в принципе, вы глазами не можете уже узнать, что это за человек, как будто вы его видите через какое-то запотевшее стекло. Давайте я вам покажу еще одно изображение, которое вам не получится проапскейлить вот таким вот способом. Смотрите, здесь одни артефакты. Если мы сейчас это изображение закинем на вход, вы сами видели, что там с волосами на лице происходит. Оно просто будет все в волосах. Потому что вот этот вот Digipeg, он нифига здесь не поможет. То есть он вот эти проблемы не уберет. Либо вы это изображение подготавливаете где-то в фотошопе, убираете вот эти вот все артефакты, его как-то сглаживаете, и только после этого закидываете уже на вход. Если в таком случае вы сделаете, то, возможно, у вас здесь что-то получится. Ну, кстати, по поводу вот этих волос, опять же, ну, я еще раз напомню, то есть достаточно будет выбрать V0F модель, будет изображение менее агрессивное, но вот этих вот дефектов здесь не будет. Давайте теперь перейдем к другому варианту апскейла, то есть закинем вот такое вот изображение с артефактами. Давайте я сейчас просто покажу, если я его сейчас прогоню, что получится. И вот смотрите, что у нас получилось. У нас получилась вот такая вот веранда. На принципе, тут даже страшно смотреть. То есть изображение просто изуродовано полностью. Поэтому я добавил сюда вот эти вот группы дополнительные. Stable.sr, которые называются Stable.sr, дальше идет группа FaceDetailer и дальше идет группа еще одна Stable.sr. И вот смотрите, есть еще вот такой вот пульт, чтобы вам здесь не переподключать все это, чтобы это было все по-человечески сделано. Здесь, кстати, обратите внимание, на каждую группу я сделал специальную заметку, чтобы вы могли понимать, что нужно делать, чтобы получить какой-то эффект. Опять же, для вот этих вот групп есть свои заметки, что здесь происходит, чтобы вы могли, в общем-то, вспомнить. То есть если вы через какое-то время откроете, что здесь вообще в этой группе делается. Вот, кстати, вот Interagator, да, видите, вот эти вот токены, вот именно такие токены работают. Если вы будете описательный текст делать, есть Interagator, которые делают именно описание. То есть, допустим, там, женщина, там, с темными волосами, с голубыми глазами. Вот такое вот описание не подойдет, несмотря на то, что модели SDXL, они понимают такой вариант описания. На самом деле, модели SDXL, они имеют два типа промпта. То есть они понимают, как описательный промпт, так понимают и вот такой вот токеновый промпт, то есть отдельными токенами. Вот этот вот вариант отдельными токенами для Super работает лучше. Поэтому он здесь, то есть не описательный, а именно токенами. Давайте возвращаться к пульту. Давайте включим первое вот это меню. Обратите внимание, здесь название, да, StableSR-1. Вот смотрите, вот эта вот группа называется StableSR-1. Вторая группа называется FaceDetailer-1. Соответственно, в пульте она тоже будет называться FaceDetailer-1. И находятся они вот так примерно слева направо, сверху вниз. То есть первые три группы, это вот эти вот верхние группы, они по умолчанию у вас должны быть отключены. Мы включаем первую группу и ничего больше не делаем. То есть наше вот это изображение прокинется вот сюда вот в первую группу StableSR. Здесь размер изображения понизится до 420 и пропскелится в три раза. То есть оно будет в три раза увеличено и на выходе будет поджато до 768 пикселей. Это такое восстановление происходит и обратное небольшое сжатие для того, чтобы это изображение можно было подать в Super. Ну и опять же Super она еще немножко подожмется до 704. Это просто для универсальности все сделано. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получится на этот раз. Вот смотрите, наше изображение пропскелилось вот так вот. Это предварительно Upscale StableSR был сделан. То есть изображение уже чистое. Причем пропскелились также и волосы, и одежда. Все примерно на равном уровне детализации. Это изображение дальше передается вот сюда через байпасы в Super. Зажимается до 704. И апскелится. Давайте посмотрим теперь на результат. Вот смотрите, теперь уже результат более качественный, более нормальный. То есть у нас изображение без всяких таких дефектов получилось. В общем-то более-менее нормальное. И давайте посмотрим еще на последнюю вот эту Face Detailer группу. Здесь у нас еще продетализировалось само лицо только исключительно. То есть остальные элементы не трогались. И деталей на лице стало еще больше. Давайте я вам покажу еще один момент. Вот с помощью StableSR здесь нужно определенным образом работать. То есть вам нужно выставить фиксированный сид. Можно вот здесь вот для начала отключить все вот эти вот последующие обработки. Кроме Load Image мы его оставляем и StableSR Load тоже оставляем. Потому что модели надо для StableSR загрузить и изображение тоже нужно загрузить. Соответственно оставляем вот эти вот три группы. И просто генерируем до тех пор, пока нам не понравится сходимость этого изображения с исходным изображением. Вы можете временно вот так вот перенести сюда вот это вот изображение, чтобы вам было видно исходное изображение вот это. И вот так вот меняете просто этот сид. Именно рандом не делаете, а меняете, чтобы он был зафиксирован. И найти нужный сид нужно, на котором вот это вот изображение, оно восстановлено, слегка так восстановлено. Но в то же время лицо похоже и артефактов вот таких вот нет. Здесь в общем-то нужно сидом поймать тот момент, чтобы лицо получилось более-менее похоже на вот это и без лишних артефактов. Ну например вот так вот даже достаточно. Главное рандомайс не ставьте, чтобы у вас именно при генерации сид зафиксировался. Вот после того, как сид зафиксировался вот так вот, это можно уже обратно вернуть. Вот включаем наши вот эти вот апскейлеры. То есть этот, этот, этот. Если нам Face Detailer не нужен, мы его можем тоже выключить, чтобы он просто не тратил наше время. Вот так вот. И можем нажать Generate. И на этот раз вот эта группа уже работать не будет, потому что здесь у нас сид зафиксировано. И вот отсюда изображение сразу прямиком будет подаваться в супер. Смотрите, если вас напрягает постоянная перегенерация вот это вот интерагейтером, то вы можете вот этот интерагейтер блок вообще просто выключить. То есть нажимаете его выключить. И отсюда просто вытянуть другой нот. Вот из промпта вытягиваете другой нот, выбираете здесь String Function. Выбираете. И вот все, что здесь он определил, этот интерагейтер достаточно, в принципе, чтобы он один раз его определил. Просто вот вставляете и используете уже вот в таком вот виде. То есть просто у вас фиксированный промпт, и интерагейтер каждый раз не работает. То есть если вам нужна вот эта частая перегенерация, и не хотите время тратить на работу интерагейтера, просто выносите вот такой вот нот, и в него закидываете из этого интерагейтера промпт. Вы просто будете экономить свое время. Вот в итоге у нас получилась вот такая вот генерация. То, что было, то, что стало. Смотрите, супер, он каждый раз генерирует по-разному. И генерация будет разная в зависимости от SID. То есть вы можете, опять же, SID здесь зафиксировать и его вручную там как-то менять. То есть с разным SID будет разный апскел. То есть можете экспериментировать, если вам что-то немножко не устроило, просто поменяли SID и еще раз перегенерировали. При условии, что у вас интерагейтер снова не пересчитывается, и у вас входное изображение, которое идет из Stable SR, тоже снова не пересчитывается, потому что здесь фиксированный SID выбран. Здесь вы как бы идете поэтапно. То есть сначала это изображение прогоняете через первичный апскел, чтобы убрать различные артефакты, чтобы придать начальную детализацию изображению. Потом это уже фиксированное изображение, с помощью SID мы зафиксировали. Передаем дальше, дальше, дальше. Опять же, промт у нас зафиксирован, ничего тоже не меняется. И передаем уже это все с Stable SR. И дальше у вас эксперименты уже должны быть только со Stable SR. Здесь вы можете поднять разрешение, допустимое максимальное, видите, и поменять SID, поменять, может быть, даже кратность апскела. Можете выбрать трехкратный апскел, можете выбрать четырехкратный апскел. Но если у вас видеопамяти вообще много, то можете выбрать даже пятикратный апскел. CFG Scale тоже можно варьировать. Чем CFG Scale будет у вас меньше, тем изображение будет более мягкое. Чем CFG Scale будет больше, тем изображение будет более контрастное, более такое резкое. Трид шагов – это оптимальное количество шагов для модели Джиггернаут Лайтнинг. Если вы будете выставлять 40 шагов, 50 шагов, на качество генерации это особо не скажется, а вот на время генерации скажется. Если вы будете выставлять меньшее количество шагов, то качество генерации понизится. Ну и давайте на вход закинем арт, вот этот вот сгенерированный арт, вот такого вот качества, в принципе достаточно качественный арт. Но сейчас я вам покажу, что можно из него сделать еще более качественное изображение. Давайте вот эту вот ноду уберем, теперь все-таки сгенерируем новый промпт. Давайте перейдем в наш пульт, и здесь мы включим Face Detailer последний. Мы отключим вот этот вот Stable SR1 пред-upscale, он здесь не нужен, потому что арты так в общем-то качественные. И Interagator мы тоже включим. То есть для артов только первые три группы мы отключаем. Давайте нажмем сгенерировать, посмотрим, что у нас получится. И вот такой вот upscale получился. Смотрите, вот такое изображение было, вот такое вот изображение стало. Микро детали, глаза, все это продетализировалось. Брови, волосы, очень естественные волосы стали, текстура кожи появилась. И давайте опустимся чуть ниже. Смотрите, ожерелье, оно тоже осталось, это именно такое, какое оно было изначально, но оно просто продетализировалось. И дальше я это изображение закинул в Face Detailer. В Face Detailer для артов я всегда поднимаю denoise, я его поднял до 0.45, может быть даже до 0.5 можно поднять. И смотрите, какая здесь уже детализация. Здесь детализация еще выше. Вот этим вот denoise вы можете легко переборщить просто по детализации. Сильно его задирать не надо, потому что детали иногда просто настолько вылезают, что это уже неестественно просто становится. Ну вот такое вот, видите, сравнение. То есть вот такое вот мы получили изображение из вот этого вот изображения. Причем сходство с исходником, оно вот прям практически один в один. То есть мы просто продетализировали этот арт настолько, насколько это, наверное, просто возможно сейчас сделать. В то же время и ожерелье у нас продетализировалось, и одежда продетализировалась. То есть все, в общем-то, очень даже хорошо. Смотрите, мы здесь можем не только людей детализировать, как я говорил, мы можем просто закинуть вот такое вот изображение. Вот я для стрима готовил. То есть просто стрим, нажмем Generate, давайте посмотрим, что у нас получится. Ну и вот такое вот изображение, его тоже можно продетализировать. Давайте я приближу, чтобы вы посмотрели, что в итоге здесь происходит. То есть, смотрите, вот слева такое изображение было. Прокручиваю. И вот такая вот детализация. То есть изображение детализируется вообще любое. То есть и векторный вот такой вот арт какой-то, он тоже может быть продетализирован. И, в общем-то, приведен к какому-то более-менее хорошему состоянию. Причем основные контуры, основные объекты, они здесь полностью сохраняются и не меняются, в отличие от апскейлера в Image to Image. Может быть, такой, конечно, апскейлер здесь особо и не интересен, потому что у нас есть Image to Image, и там тоже можно достаточно здорово проапскейлить, используя Control Net Tile. Но, тем не менее, такая возможность здесь тоже присутствует. То есть можно апскейлить вообще все, что угодно. Но еще из ArtFot, допустим, можно вот так вот проапскейлить цветок. Смотрите, вот для сравнения вот этого справа изображения, это то, что у меня получилось с помощью Control Net Tile для SDXL модели проапскейлить, получить. И здесь детализация немножко все-таки получше, чем вот здесь. Я позже тоже сниму ролик про то, как можно использовать модель Control Net Tile для SDXL моделей. И покажу вам вот такую вот схему генерации, она у меня тоже уже есть давно. Просто руки не доходят для вас снять еще один очередной ролик. Ну и, наверное, у вас появились вопросы, для чего вообще нужны вот эти вот две еще последние группы. Смотрите, здесь, в общем-то, все написано, для чего нужны вот эти вот три группы. Это первый вариант апскейла, если изображение совсем плохое. Давайте включим вообще все, что здесь есть, вот так вот, все вот эти вот группы. И вот сюда вот на вход закинем вот такое вот очень плохое изображение. Здесь, в общем-то, и глазом практически ничего не видно. Давайте нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. Здесь у нас получается вот такое вот изображение. Вот так вот оно восстановилось. Это, в общем-то, я бы сказал, восстановление по силуэту. Дело в том, что здесь лица на самом деле не видно, его даже глазами не видно. То есть интерпретировать то, что здесь за человек, практически невозможно. И вот по пикселям, да, вот если мы вот так вот плавно раскрываем, то мы видим прямо вот глаза, вот где вот у нас проходили, контуры, да, то там они, в общем-то, восстанавливаются. Также и с бровями. То есть где контуры были, там и дорисовываются глаза, брови, волосы. То есть вот такое-то изображение на выходе получается. И после Face Detailer еще более вот такое детализировано. Вот эти вот артефакты, которые здесь остались на шее тоже, вот эти вот волосы, как я говорил, вот любят дорисовывать эту вот Q-модель у Super, вот эти вот волоски всякие. Но их, в принципе, можно убрать все в фотошопе. Это уже изображение можно доработать в фотошопе. Но, конечно же, тут сложно говорить, что это лицо действительно вот прям восстановлено, но его не видно было, по сути дела. То есть из вот этого силуэта мы смогли восстановить, там даже деревья, вот комната, занавески, это все восстановилось. То есть по силуэту мы получили вот такое вот изображение. Но в генерации участвовали все вот эти вот группы. Если даже вот эти вот две группы последние отключить, то у вас ничего не получится. Там просто все будет искажаться. Stable SR, он все-таки из очень плохих изображений может что-то вытянуть. И можно в итоге получить какое-то изображение более-менее адекватное. Так вот здесь вот получился, да, вот такой вот вариант. Еще есть важный параметр в Stable SR, это Prompt. Здесь, в общем-то, Prompt такой стандартный, его особо трогать и не надо. Но есть вот такой вот параметр. 30 years old, это количество лет вашему персонажу. Если вы его будете задавать там 60, там и больше, морщин будет еще больше. Поэтому им можно так вот управлять. То есть если вам нужно поменьше морщин, поставьте вот это вот поменьше, там 20 years old. Не важно, что у вас на изображении такой пожилой человек. Здесь вот этот параметр, вот этот вот токен 30 years old, он больше влияет на количество морщин, на вот эту вот скукожность кожи. То есть ставьте его чуть поменьше, чтобы изображение было более такое разглаженное. Можно еще восстанавливать портреты известных писателей, художников и каких-то иллюстраций. Смотрите, как происходит восстановление. То есть вот такое вот исходное изображение Пушкина было, и вот такое вот изображение Пушкина получилось. Смотрите, какая детализация, как здорово оно восстановилось. Давайте посмотрим еще вот здесь вот. Но в принципе Face Detailer здесь на самом деле лишний, он немножко портит узнаваемость. Мне нравится, как отработал супер. В общем-то здесь очень здорово получилось. Мне кажется, классно. Немножко глаза, конечно, такие неестественные, выпученные получились, слишком большие. Но в остальном все очень-очень здорово. Если в Photoshop немножко проявить маской исходное изображение губ и глаз, то я думаю, можно добиться прям хорошего результата. Друзья, обязательно читайте вот эти вот заметки. Чтобы вспомнить, о чем я здесь говорил. Потому что много вот этих вот разных параметров есть, которые можно варьировать, чтобы получить нужный результат. Но на самом деле вот такая вот схема, вот такая вот. Она такая универсальная. То есть и для фотографий, и для артов. Вот эту вот часть включать, если прям совсем плохое изображение, там из старого альбома вы достаете. Но изображение все-таки должно быть какой-то контрастности иметь. То есть основные черты должны выделяться. Потому что если изображение совсем размытые, ничего хорошего все равно не выйдет. Вы как бы восстанавливаете изображение, можно сказать, по контуру. То есть вы-то, если этих людей знаете, вы их точно не перепутаете. Будете видеть, что это не тот человек получается. Друзья, давайте я еще скажу, на какой видеокарте эта схема запустится. Сколько нужно видеопамяти. Вот смотрите, вот эту вот схему прям полностью, я ее всю включал и всю прогонял. На видеокарте 3060 12 гигабайт. И 12 гигабайт вполне хватает, чтобы эта схема полностью работала. Причем время генерации заняло 250 секунд. Вот эта вот вся схема полностью прогенерировалась за 250 секунд на 3060. По поводу 8 гигабайт видеопамяти. Возможно, у вас получится запустить эту схему даже на 8 гигабайт видеопамяти. Но, вероятно, вам придется выключить Stable SR полностью. Смотрите, что вам придется сделать. Вам придется выключить загрузку моделей Stable SR. Выключить генерацию Stable SR. Выключить Face Detailer Stable SR. Вот это вот супер, под капотом это мы сейчас дойдем, это обновление. И чтобы потребление видеопамяти еще сократить, нужно будет выключить, скорее всего, даже Интерогейтер. Поэтому вы через Интерогейтер можете просчитать промт, его скопировать и перенести вот в эту вот ноду. Соответственно, вот с этой вот ноды нужно будет переподключить на вход вот этот промт. По умолчанию у вас будет вот так вот подключено. То есть переподключаете вот так вот и исключаете вот этот Интерогейтер тоже из видеопамяти. Это тоже будет очень важно, потому что видеопамять освободится. В итоге у вас должна получиться следующая схема. У вас должна быть вот эта вот группа включена, загрузка изображений. И включена вот эта вот группа, причем вот этот вот промт должен быть подключен вот отсюда. То есть вот так вот. Если у вас 8 мигабайт не хватит, дело в том, что я не могу это проверить, хватит вам или не хватит их. Вы можете понизить ширину и высоту. Это максимально допустимый размер высоты и ширины изображения, который поступает на вход в супер. Если вы его поставите 512 на 512, то размер входного изображения в супер будет еще меньше. Соответственно, видеопамяти будет тратиться еще меньше. Если этого будет тоже недостаточно, тогда можно еще будет включить вот эту вот опцию Use Tiled Sampling. То есть вот так вот включаете ее на True. И нужно будет включить еще вот эти вот два параметра. FIP 8 включаете и FIP 8 Y тоже включаете. Это еще снизит потребление видеопамяти. Параметр FIP 8 уменьшает точность генерации. Очень сильно он на изображение выходное не ухудшит, но по крайней мере оно будет немного хуже, то есть менее точная генерация будет. Но потребление видеопамяти сильно сократится. Но опять же повторюсь, 12 гигабайт точно должно хватить. Вот прям при стандартных настройках со всем-всем-всем, что здесь есть. Друзья, и пока я снимал это видео, вышло обновление для Super. Давайте я вам расскажу, в чем заключается от обновления и насколько оно может повлиять на качество генерации. Изначально у нас в качестве расширения Super была доступна только вот такая вот одна нода. Super. Эта нода очень большая, здесь очень много разных параметров. И она была одна. Но автор этого расширения решил, что можно все-таки разбить эту ноду на части и дать возможность управлять вот этой вот схемой. И в итоге вот эта вот нода, она была разбита на части. Она стала состоять из вот таких вот нодов. Здесь вот делается предварительный апскейл изображения. То есть изображение здесь поступает на вход, срабатывает апскейлер и апскейлит это изображение с помощью апскейлера до размера 2112. Это я здесь выставил. Дело в том, что можно выставить и апскейлер кратный, как и было вот в этой ноде. Здесь мы, если посмотрим, выбирали именно кратный апскейл. Просто в три раза увеличивали. Можно было увеличить в 4, в 5. На самом деле здесь тоже можно ноду поставить, которая делает апскейл тоже кратным. То есть в 2, в 3 или там в 4, в 5 раз. А можно поставить вот такой вот вариант, то есть до конкретного значения. Потом это изображение поступает в деноизер. В деноизере из этого изображения удаляются все шумы, чтобы это изображение было максимально чистым. И чтобы определить действующие грани, то есть действующие контуры этого изображения. После этого это изображение идет в энкодер. Энкодер это аналог в ВАИ, только он здесь специальный для модели СУПЕР. Это изображение кодируется в определенный код. Здесь она кодируется размерной плиткой. Размер плитки здесь выставлен 1024. Чем размер этой плитки будет больше, тем скорость кодирования этого изображения будет быстрее, но будет и выше потребление видеопамяти. Чем размер этой плитки будет меньше, соответственно, потребление видеопамяти будет меньше, но и скорость генерации кодирования, точнее, будет тоже меньше. Здесь у нас нода с загрузкой моделей, причем загружается сразу две модели. Модель Q, это модель Super, и модель SDXL, которая предназначена для генерации. Эти модели вместе упакованы и работают исключительно вместе. Если вам не хватает видеопамяти, здесь можно включить размерность FP8, то есть это точность генерации. Дальше у нас идет кодировщик Prompt, и после этого это все подается в сэмплер. То есть подается у нас кодированное изображение в сэмплер и закодированный Prompt. В данном случае здесь пишется негативный Prompt, а позитивный Prompt он добавляется из интерагейтера вот отсюда. Но вообще здесь можно и вручную писать и позитивный, и негативный Prompt. Здесь позитивный Prompt сконвертирован на вход, и сюда я просто подал Prompt из интерагейтера. Дальше это все подается в сэмплер, и в сэмплере, в общем-то, половина настроек, которые у нас здесь в большой ноде. Здесь у нас есть размер плитки, здесь у нас есть количество шагов генерации, здесь у нас есть Seed. Также у нас здесь выбирается CFG, причем он выбирается двумя параметрам. Первый параметр это стартовый CFG, и второй параметр это конечный CFG. После этого латентное изображение подается в декодер, тоже это нода от Super. И это изображение из латентного пространства декодируется в привычное нам изображение, которое мы можем увидеть. И в итоге получается вот такая вот картинка. Посмотрите, качество вот этого вот набора нодов. И давайте посмотрим качество вот этого вот штатного набора. По сути дела, это все одно и то же. То есть ничего по качеству вообще не изменилось. То есть просто здесь у нас вариант вот такой вот литой, единый. А здесь у нас вот такой вот расширенный вариант, то есть где мы можем более какие-то сложные схемы делать. Но на самом деле очень сложно сюда что-то вписать. Вообще я думал, что здесь можно будет пропатчить именно SDXL модель. Но она здесь выбирается только в ноде совместно с моделью Super. Поэтому ее здесь отдельно никак пропатчить нельзя. На вход ее тоже совпадать нельзя. Поэтому схема, в общем-то, получается аналогичная, что и вот эта вот одна нода. Но только размеры получается больше. Если какие-то возможности появятся, модернизация этой схемы, то, конечно же, такой вариант будет проще модернизировать, чем литую вот такой вот монолитный нод. Но на данный момент скорость генерации одинаковая, качество генерации одинаковое. То есть ничего не изменилось, просто, в общем-то, эту ноду так вот, можно сказать, разбили на часть. Давайте еще покажу, как это все в меню выглядит. Давайте откроем менюшку. Супер. И вот здесь вот у нас есть. И здесь у нас есть Super Upscale, вот эта большая нода. И есть у нас, кстати, вот отдельные ноды, с помощью которых как раз-таки вот эта вот вся схема и составлялась. Друзья, если вам интересен последовательный курс по автоматику, который сэкономит много вашего времени, где уроки разложены последовательно, где есть моя поддержка, где есть дополнительные стримы, где есть моя проверка домашних заданий ваших, и где я буду вам подсказывать, если вы что-то делаете не так, то переходите на сайт stablegif.ru. Там есть вся информация, вы можете ознакомиться. А также есть контакты администратора, где вы можете задать вопросы, если вам что-то непонятно. Мы обязательно отреагируем, ответим на все, что вас интересует. Друзья, еще я начал записывать курс по Conf.UI, он будет рассчитан как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Это будет уникальная система обучения. Начнем мы, конечно, со знакомства Conf.UI, и дальше мы будем продолжать уже на готовых решениях. То есть будем решать конкретные задачи, причем строить эти схемы будем таким образом, чтобы у нас сохранялись готовые блоки, и впоследствии мы будем этими блоками как лего управлять. Чтобы не пропустить выход курса, следите за моими новостями на моих ресурсах в Telegram и в YouTube. А на этом спасибо за просмотр, всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.